Добро пожаловать на мой канал! Спасибо и приятного просмотра! В конце 80-х широко распространились такие видеосалоны в Москве. Они показывали совершенно другую кинокультуру, другие фильмы с другого качества. Серьезный бизнес, кстати, в свое время был. Удавалось попасть, посмотреть эти фильмы. Иногда удавалось. Чаще всего нет, потому что... Ну я не понимаю, конечно, как можно было получить удовольствие, сидя перед обычным телевизором, смотря фильм. Особенно сейчас, когда есть большие телевизоры. Было очень дорого. И тогда я подлавливал тех, кто выходил из сеансов и рассказывал, что это был за фильм. И вот по названию и по нескольким штрихам, каким-то эпизодам я достраивал, что же это там за фильм, стоит ли на него ходить. Прямо как Миядзаки, который сделал Dark Souls, да, вот этот вот нарратив через какие-то дыры. То есть он говорит, что я вот придумал вот так вот создавать такой нарратив через вещи, через вещи. Вот, сбило сообщение в чате. Да, когда читал, короче, Толкина в оригинале и часть не понимал, я вот додумал. Здесь то же самое. И вообще потом пересказывал, как фильм, который я смотрел на самом деле. И это были мои такие первые фильмы-невидимки. Просто невозможно было себе представить, увижу ли я когда-нибудь этот фильм. Но он уже был в моем сознании. Ну, в целом, конечно, сейчас удивительная эра. Я в том числе застал эпоху, когда контент был не настолько доступен, как сейчас. Вы сейчас живете, если вы молодо, еще много чего не видели. Живете в уникальное время, когда можно через пару секунд получить любой просто фильм. Вообще любой. И это бесплатно по стоимости интернета, который в России особенно стоит копейки. Это уникальный опыт, потому что раньше не все было в сети. Вот эти все пиратские сайты, они не были настолько наполнены. Не все было в прокате, не в любой DVD, либо VHS можно было получить, где-то найти, купить. Причем этот контент имел большую стоимость. Но на него и ценили в большей мере. Помните DVD? DVD помню, да, у меня даже были какие-то лицензионные DVD были, которые я покупал. У меня было даже DVD, значит, Виндетта. Лицензионный. Действительно посмотрел, я в это верю. Вот сегодня у нас будет возможность достроить фильмы, которые действительно не существуют. Это фильмы-невидимки. И у нас будет цикл из трех лекций. И в первой мы поговорим о фильмах, которые не досняли. И они не выходили в прокат. По разным причинам. Можно подписаться на закрытый телеграмм девушки. Ну, блин, вы только о одном это думаете. Только думайте о гениталиях, пошлости, мерзости. Фу, фу таким быть. Кому это нужно? Тем более платите девушкам за вот это говно. Ну, вы что? Вы реально озабочены. Ну, подрочите вы. Успокойтесь. Выйдите на улицу. Подышите. Мы сейчас поговорим о моноканах. Моноканы — это... Здравствуйте, Ордерон. Монокан — это такой термин. Его придумали, это вещество. В фильме «Человек-невидимка» 1933 года говорилось, что именно это вещество входит в состав. Ну, если вам легче станет, то выйдите на улицу и подрочите. Если вы только вот об одном думаете, о каких-то ёбаных женщинах. Ну, серьёзно. Такого... Какой-то пизде тупой. Стримишь и пизде тупой. Каких-то закрытых телеграм-каналов. Каких-то просто этих самых тел. Ну, продукты, которые делают человека невидимым. И вот в данном случае я решил назвать моноканами, то есть причины, по которым фильмы становятся невидимыми. Ну, тут понятно, не нашли финансирования, перестал быть интересен режиссёру и исчезновение режиссёра или актёра, который играет главную роль или центральную роль. Видос на максимальную громкость. Я себе тиши сделаю. И сегодня мы подробнее поговорим, а, может быть, ещё и какие-то выявим новые. Первое, о чём я хочу сказать, это виды этих фильмов, и мы будем про них говорить в течение всего цикла. Это фильмы, в которых есть сценарии, а фильма ещё нет. И вряд ли когда будет. Есть разработка подробная с фотографией. Ну, короче, политпродакшн с дримкастом, с костюмами, с какими-то референсами. С раскадровкой, но фильм так и не запущен в производство. Есть кинопробы, которые были сняты, но фильм так и не был запущен в производство. Есть фильмы, в которых отснятый материал есть, но он не был смонтирован или же был... Ну, мне кажется, всё, что вот до отснятого материала, мне интересно. То есть, ну, есть сценарий какой-то, но есть и есть, какая разница. Разработка, ну, тоже кинопроба, разработка, это не так увлекательно. То есть, это ценно только, когда фильм хоть как-то начал осуществляться, потому что мы тогда этот замысел сможем увидеть. Смонтирован не самим автором, с волей продюсера перемонтирован или тоже не вышел. А также есть смонтированные фильмы, но которые исчезли. Они даже выходили в прокат, но каким-то образом исчезли, и найти их сейчас вряд ли представляется какая-то возможность. Первый фильм, о котором мы сегодня поговорим, это «Дон Кихот» у Арсена Уэллса. Будем считать, что этот фильм в основном снимался в 1969 году. Что здесь? По-моему, там какие-то даже кадры сохранились. Гоген, здравствуйте. Здравствуйте. Почему этот чувак одет как Джокер? Вы имеете право. Вы видели советскую экранизацию «Легенда» о Тиле Улленшпигеле? Нет, не видел. Важно. Это первый фильм, в котором Уэллс решил отказаться от привычной системы продюсирования. Бельгийская эпопея. Он имел успех со своим первым фильмом, который, как известно, называется «Гражданин Кейн». Там у него была полная свобода. Кейн, по-моему, вообще всю жизнь мечтал этого «Данки Хода» снять. Ему особо это... Почему не нашел на это все деньги? Неограниченный бюджет и успех имел этот фильм. Как Наполеона мечтал Кубрик снять. А вот дальше с продюсерами не везло. И, как признавался сам Уэллс, всю жизнь. И вот он пробовал различные системы. К примеру, в фильме «Печать зла» он отказался от гонорара режиссера, лишь бы ему позволили окончательный монтаж. А деньги единственное он получал как актер в этом фильме. Это не сыграло никакой положительной роли. Все равно продюсеры сделали свой монтаж. И фильм, как считает Уэллс, был изуродован. Он очень долго снимал. Шекспировские фильмы в Европе он снимал по три года. И это тоже не нравилось продюсерам. И тоже всегда возникал конфликт. И вот Уэллс решается на такой ход. Он берет и сам продюсирует этот фильм. Изначально, конечно, он находит деньги и в Мексике снимает. Они заканчиваются. А фильм и середина еще не достиг. Не достиг экватора. И Уэллс постепенно начинает понимать, что лучше он будет финансировать его сам и сам продолжит съемки. Что он делает? Он... В Кольском бальзаме запостили. Типа Кац пишет. Максим Кац, который... Пытаюсь вернуться в Израиль. Это не так просто. Объявлена мобилизация. И люди, получившие предписания по... Но оказавшиеся за границей, ломятся назад, скупают все билеты. Есть чата, где фандрайзер, если они дорогие. Еле-еле нашел билеты из Европы со сложными пересадками. Здесь пишут. Типа Лондон, Тель-Авив. Полно билетов. Цены даже не повышенные. Самолеты летают. Ему в ответ. Красочное там описание инквидиторских допросов и легиозной бойни в самой книге именно. Ну, кстати, про... Эти самые... Про инквидиторские допросы и бойни. Вот Страдание Жены Даркель, как там называется, старый фильм. Да, 28-го года. Тоже вполне себе неплохой. Да, дрейровский. Начинает сниматься в фильмах очень массово, получая гонорар и тратя их на этот фильм. Иногда друзья помогают ему. Например, Фрэнк Синатра очень большой суммой помог, и съемки продолжались. Что же это была за идея? Мафиозные деньги, небось. Уэллс говорил. Интересная и странная история этот Дон Кихот. Человек. И червь. Тут тоже не это самое. Думает, считает себя рыцарем, сошел с ума и везде совершает какие-то подвиги. Дон Кихот в целом один из важнейших текстов наряду с божественной комедией важнейшие европейские произведения. Фауст, божественная комедия, Дон Кихот. Но в нем есть какая-то притягательность, и эта притягательность в том, что он олицетворяет собой благородство, и он видит всю фальшь этого мира. И тогда Уэллс решает, что главной идеей будет... Дон Кихот этому миру поставил бы ноль. Поместить главных героев в современность. И Санчо Пансо, и Дон Кихот, они ездят по современной Испании и видят те пороки, которые нужно исправить или искоренить. И они... Я помню, я прям совсем в каком-то таком нежном возрасте пытался начать читать Дон Кихота, но это, наверное, было рановато, почему-то меня впечатлила какая-то, по-моему, советская экранизация, и захотелось узнать эту историю, но далеко я не продвинулся, и даже было сложно и непонятно читать. Это становится главной частью произведения. Что же это за пороки такие? К примеру, в одном эпизоде Дон Кихот заходит в кинотеатр, и как воспринимает первый раз фильм, он его никогда не видел и не знает, что такое кино, и он набрасывается на эту тряпку. Это такой эпизод, который переиначивает борьбу с витринными мельницами, а для Уэллса это важно, он показывает, как он, как режиссер, борется с плохим кино. И вот постепенно герои, вот они, это актерский состав, показывают все современные пороки той Испании. И Уэллс понимает, что он не может закончить этот фильм. Почему? Потому что он говорит, как только я приезжаю в очередной раз в Испанию, я вижу что-то еще, что нужно снять, о чем еще надо поговорить, и лучше мне в Испанию больше не приезжать, потому что я этот фильм тогда никогда не смогу доснять. Но... Обрывается иногда, и вот сначала уходит один актер, Уэллс не останавливает съемку, продолжает, снимает еще три года. И это просто кадры, где Санчо Пансо в исполнении Акима Тамирова смотрит, удивляется, бегает от разъяренной толпы и все, надеясь потом, что это все как-то смонтируется. Режиссер только на это делает ставку. А так его помощники снимают какие-то процессы, еще что-то. Иногда удается снимать такие эпизоды, где Санчо Пансо заходит, скажем, в какой-то магазинчик и видит по телевизору что-то происходит и тоже этому не рад. И тоже считается, что очередной какой-то порог. Интересно поразмышлять, поскольку все-таки фильма нет и он не смонтирован, каким образом Уэллсу удается достигнуть этого эффекта. Герои постепенно, а может и не постепенно, а вручат в современность. И здесь нам может помочь... Такие попаданцы, как будто вот эти вот как там пришельцы или как там назывался французский фильм про средневековых рыцарей с Жакуем. Достонис, здравствуйте, приветствую вас. первый опыт крупный Уэллса радиопостановка «Война миров». Эта постановка, как всем известно, наделала много шуму и главный эффект был в том, что радиослушатели поверили, что действительно «Война миров», которую они тогда слушали, действительно случается, инопланетяне нападают на Землю и надо бежать из города спасаться. И вот эти массовые побеги из города были главным эффектом, достигнутым этим режиссёром. Каким образом это сделалось? Уэллс в начале радиоспектакля объявляет, что сейчас состоится спектакль, там будут задействованы такие-то актёры, а дальше очень долго звучит музыка. и слушатели не понимают, они забывают, что слушают спектакль, они, те, кто включился чуть позже, не понимают, что происходит, потому что играет музыка, вот она всё длится и длится, она минут 10-15 длится. Может быть, трансляция прервалась, так обычно бывает. Извините, что засиделись, но фильм был хорошим, я даже коньяку не пил. Фильм был отличным, просто великолепным, превосходным, немного задушили лирические моменты где-то под начало третьего акта, но потом всё снова заработало, и в целом как история, что они приехали, как любая американская война, приехали, что-то там повоевали и уехали, не знаю, добившись каких-то целей, не добившись, мне очень это понятно, атмосферный и очень иммерсивный. Попадает? Да, три часа практически. И заменили её на простую музыку, а потом диктор сообщает, что случилось нападение, что что-то странное на одной улице, на другой улице, и это всё в форме репортажа, и уже никто не верит, что это спектакль, и все думают, что так и происходит. Вот если взять этот приём, то Уэллс в Дон Кихоте делает такую вещь. Вначале показывает очень долго, как Дон Кихот и Санчо Панси, они едут по окрестностям, по Испании, по горам, по оврагам, города мы не видим. И они разговаривают и разговаривают, и Санчо Панси говорит, какой у меня будет остров. Вообще добились операция в Гуанде канале, привела в чувство артерии снабжения на Тихом океане. Поскольку у меня будет денег. То есть американские артерии снабжения. Дон Кихот говорит, да, поскольку ты мне будешь верно служить, то ты будешь вознагражден за это, и у тебя будет и остров, и много денег, и почет, и слава. Это все длится очень-очень-очень долго. А потом вдруг происходит какое-то сражение, нападение какое-то, и они зализывают раны в сгоревшем автобусе. Вдруг раз, и они где-то на стоянке кладбища и автомобилей. Странное место. Если кто-то хочет, заказывайте свои видосики. Пока что очередь пуста. Принк закинул денег, но ничего не заказал. Тоже жду его возвращения, чтобы он что-то на эти деньги заказал. А так где-то в 23 начнем аукцион, то бишь через полтора часа. Опять идет Принк и вот таким вот реальность в этот фильм. Как я и говорил, очень этот фильм что будет с ним. Даже он хотел фильм назвать «Когда же будет Дон Кихот?» или «Когда же мы увидим Дон Кихота?» Но так это и не случилось. Он умер в 85-м году и чуть попозже мы еще вернемся, что же стало с тем архивом, с этими пленками и какая есть возможность увидеть и самим как-то придумать что будет как бы этот фильм выглядел и про что бы он был. Следующая история называется «Измерение» это Ларс фон Триер и как только приобрел он большую европейскую популярность «Я думал Уорсен Валс в 90-е умер нею у него там еще штук он там еще смотрел последний фильм «Блак» он называется снимался он такой уже тут конечно совсем раскабаневший и не такой бодрый другая сторона ветра со многим так происходит в целом причем я так понимаю в 85 он его пытался заснять а его потом домонтировали только в наше время это получается в 2018 году и в том числе Уэс Андерсон и еще кто-то там собирался его на Netflix выпустили я пытался его мог бы посмотреть но я тогда не спал ночь надо будет как-нибудь посмотреть хорошо было бы гражданина Кейна посмотреть на стриме хотя бы в году он решил сделать амбициозный такой проект фильм который будет сниматься на протяжении больше 30 лет и вот он выйдет вышел бы в 2024 году даже почти дожили и как Трир любит была огромная рекламная кампания этого фильма в чем была идея каждый год он снимает одних и тех же актеров по несколько минут по 3-4 минуты и это будет такой альманах на будущее и актеры постепенно стареют и в этом была не только у Три такие идеи есть даже вот есть помню как этот фильм называется у Киры Муратовой короче есть проект был фильм он немного по-другому устроен немного по-другому устроен но тем не менее концепция схожая там просто разные актеры играют одно и то же постоянно вечное возвращение называется странно что а вот нет нет есть 2012 год там одну и ту же сцену разные актеры играют довольно таки интересный фильм интересно смотрится вот и в целом Три тоже задумка интересная кто-то из актеров умер но он мог бы продолжать продолжать дальше снимать без актера то есть чтобы один актер произносил реплики потому что второго уже нету вот это было бы круто а еще у Три есть фильм эксперимент сколько там 5 препятствий или как так называется где он тоже там режиссер одного просит переснять свою короткую метражку какую-то с какими-то препятствиями и условиями а в итоге потом грубо говоря сам ее снимает основная какая-то интересная идея как как изменяются сами актеры как изменяется местность как изменяемся мы которые работают Три любят говорить всем какой-нибудь шмоне и этот самый и говно какое-то несчастное вот им над этим фильмом это была основная идея и этой идее не суждено было осуществиться вот это основной актерский состав и когда умер Эдди Константен стало понятно что фильму не быть или в каком-то другом виде ну вообще конечно в целом взять актера на 1913 года рождения и надеяться что он доживет до 2024 наверное в целом идея обречена была на провал можно было бы догадаться что такое может случиться про что-то другое снимать и через еще некоторое время режиссер просто надоел этот проект и он решил его кстати в принципе обычная тема для Триера что ему может что-то надоесть потому что трилогию Америки то он не завершил то есть Вашингтон не был снят снят только Догвель и мандровые а третью часть он не сделал и очень много ходило в середине 90-х в конце 90-х слухов что есть какой-то такой тайный проект что он все еще длится и снимается а поскольку Триер был одним из основных режиссеров конца прошлого века и про него слагалась куча легенд то вот то что этот фильм какой-то очень интересный важный и нужный и что он когда-то случится в это верили поклонники Триера но оказывается что он уже давно не снимался и несколько лет назад просто было предложено этот фильм в том виде в котором он как-то был что-то смонтировать и показать как незаконченный на DVD что же здесь тогда сыграло роль почему и как долго автор может держаться своей идеей вот может быть один из главных вопросов который стоит себе здесь задать почему Уэллса Дунгихот преследовал пол жизни он постоянно к нему возвращался что-то пытался снимать что-то пытался еще найти остался 400 страничный сценарий а здесь режиссер так легко отказался от своей идеи и сколько живет идея и насколько эта сила идеи должна увлекать автора чтобы он продолжал заниматься этим проектом следующий проект про который я расскажу это АД и это действительно был АД и в переносном смысле что происходило во время съемок Анри Жорж Клузо один из главных режиссеров Франции это французский Хичкок чтобы можно было себе представить это режиссер которому всегда продюсеры доверяли который умело снял много фильмов они имели успех и в 60-м году выходит фильм Верите истинно Великий Томаэстро пишет Силентию мне грустно скажите какие женщины мерзкие женщины женщины вас подставят ничего хорошего вам не сделают женщины мерзкие меркантильные создания вот бойтесь женщин они вас доведут будете потом по стримам бегать женщины као да вот мне тоже настроение такое себе что-то сегодня в таком состоянии поэтому донатьте господа поддерживайте стримера поддерживайте настроение стримера вытаскивайте его из депрессии он получает показывайте видео по тарифу 50 рублей 1 минута активируйте функцию главный приз на венецианском фестивале и после этого режиссер не снимает 4 года у него депрессия от инфаркта умирает его жена он ничего не снимает и вот ему приходит идея снять какую-то работу которая бы исследовала бы ревность которая бы как-то по-другому так-то тема интересная рассказывала с помощью киноязыка вот такой феномен он взял это в разработку и дальше нужно просто рассказать что это было за время это было такое время когда вовсю гремела новая волна это была мода мы не даже посмотрели уикенд Гадара новая волна французская и нововолновцы они не принимали Клузо они считали что это уже старое кино это кино которое снимается по раскадровкам которое все очень четко а Клузо делал покадрово он каждый кадр зарисовывал он каждую реплику оттачивал это была старая школа и он всегда придерживался скрупулезно и ну это во-первых может очень сильно удешевить продакшн и ускорить то есть на съемке тратить меньше времени когда ты определенно знаешь чего хочешь и ты уже все весь себе фильм в голове представил я ближе к такому подходу чтобы ты хотя бы представлял что ты хочешь сделать шаг от этого не отступал и вдруг он понимает что что-то нужно менять нужно что-то по-другому снимать надо как-то себя взбодрить и отойти от привычного способа съемок более того 64-й год это год когда вышел 8 с половиной фильм Федерико Феллини и Клузо понимает вот куда нужно двигаться вот что-то необычное интересное вот что хочется попробовать и вот с этими мыслями он приступает к съемкам как я и говорил у него всегда было хорошо с продюсерами и актерский состав у него был просто великолепный здесь и Роми Шнайдер она уже ведущая звезда европейская на этот момент и Серж Раджани тоже прекрасный актер и легко соглашается и даже то что это будет какой-то эксперимент это вдохновляет команду что же делает Клузо он приглашает художников оп-артистов оптических художников которые экспериментируют и пытаются какие-то иллюзии превратить в кинематографический язык то есть что-то с помощью таких иллюзий рассказать и Клузо соглашается и включает их в группу они экспериментируют ставят актрису в кадр сложенным движением света идет какое-то перевоплощение актрис мы видим как меняется ее характер за счет того что только меняется освещение это очень интересный эффект и Клузо этому очень рад более того он еще и привлекает авангардного композитора и это тоже важно более того Клузо решил композиционно фильм будет выглядеть так есть основная часть она простенькая история про владельца отеля который недавно женился и вдруг начинает ревновать свою жену к приезжим к стояльцам его гостиницы тем кто приезжает отдыхать и вот обыденность перемещения персонажа он показывает в черно-белом виде а вот те деформации которые происходят у него внутри он показывает цветной пленкой и через экспериментальные какие-то вещи и здесь же большую роль играет та музыка и эффекты которые придумывают и в данном случае саунд-дизайнер можно так сказать в этом фильме то есть на фотографии явно не саунд-дизайнер а композитор с большой буквы как он выглядит у меня в голове Линчев фон Триер это один человек очень странно потому что линчевские фильмы и Триерские фильмы максимально не похожи просто вообще разные и даже с точки зрения впечатления и судьбы люди абсолютно разные ну хотя бы потому что один датчанин другой американец один американец засунул в жопу палец кстати проект очень амбициозный приезжает Columbia Pictures точнее представители Columbia Pictures они видят отснятые материалы и решают что ого-го это то что нам нужно и подписывают неограниченный бюджет все вроде бы замечательно но Клузо нужно какие-то рамки и он тогда придумывает что эти рамки они будут в днях съемки всего 20 съемочных дней а 20 съемочных дней потому что снимаются возле Аведука Гороби и этот озеро возле этого Аведука возле этого Ведука будут осушать И фу конечно мост такой И вода играет важную роль в этом фильме и поэтому нужно успеть за 20 дней и это важные рамки чтобы себя держать в тонусе здесь я немножко расскажу про сам Ведук это оказывается интересное само по себе строение я смотрю только осенний бархат а в основном не смотрели недавно мы смотрели этот самый Манхолландрайв тоже Эйфелем была создана и если бы не Эйфелева башня то все бы знали что вот это самое величайшее сооружение ну да что есть что-то схожее с Эйфелевой башней такая конструкция пустого Эйфеля и вот съемки идут и Клузо не спит он просто маниакально работает ночью придумывает следующее заходит без стука к одному оператору а у него три операторские группы он заходит к одной группе говорит что будем завтра снимать потом идет к другим и просит подготовить еще одну площадку а те говорят вообще-то сейчас надо спать а вообще-то у нас выходной блин вот началось вот это люди не готовы жопу рвать ради общего дела он начинает тиранствовать и говорит что нет ни в коем случае завтра снимаем вот это очень много экспериментирует точно так Синий бар я бы рассматривал как прелюдию к фильму обратный след где Денис Хопера не наконец-то находит свое успокоение я бы не видел обратный след поэтому не понял начинает беситься и все это врывается еще и в работу с актерами и актеры не выдерживают главный актер сбегает и говорит что у него депрессия ему надо лечиться и уходит после этого приглашают Жан-Луи Трентиньяна и тот не выдерживает и двух дней ни одного кадра с Жан-Луи Трентиньяном так и не было снято ну вот что у нас остается эту часть я назвал афера Томаса Марвела как известно это обратно это фильм Дениса Хоппера где он будучи киллером проваливает задание влюбляется в Джуди Фостер убивает вместе с ней свое бывшее бандитское начальство понятно ну понятно очевидно что фильм Джуди Фостер для вас важнее всего Человеке-невидимки в романе Уэллса не было лаборатории она была уничтожена и не было возможности еще раз повторить эксперимент и превратиться еще раз в невидимку а вот чертежи они были украдены бродягой которого звали Томас Марвел ты думал здесь что-то будет о нет здесь будет только Джуди Фостер и вот здесь мы поговорим во все поля просто бесконечная Фостер режиссера которые предприняли попытки воссоздать что же это было и вот когда умер Уэллс его помощник Каста Гарвас предпринял попытку и в середине 80-х годов сделал 40-минутный фильм как бы выглядел фильм Дон Кихот который снял Уэллс потом уже после обнаружились еще пленки и они были доверены такому режиссеру как Хисус Франко для того чтобы он сделал свою версию фильма Уэллса про Дон Кихота и вот в основном то что можно сейчас увидеть в интернете это именно версия Франко очень странная он очень много использует материала который был просто снят Уэллсом в Испании и не соответствует некоторым принципам которые Уэллс закладывал например непривычно но Уэллс в начале что его так сложно слушать не знаю типа только мне или он реально так говорит сложно озвучивал фильм озвучивал сцену а потом ее снимал то есть он надиктовывал какой ритм должен был быть у актеров а потом они повторяли повторяли и входили в этот ритм и таким образом снимался кадр и вот но переозвучено было совершенно по-другому и этот эффект теряется а вот относительно фильма Клузо Ад появилась замечательная работа это документальный фильм про то как снимался этот Ад и вот здесь режиссеру Сержу Бромбергу повезло как-то в лифте он встретился мне кажется я тоже не динамичнее с вдовой Клузо и она ему рассказала что существует огромное количество пленок фильма Ад который никто так и не увидел а Клузо считал что это его лучшая работа Клузо Клузо прекратил работу над фильмом потому что у него тоже случился сердечный приступ и он больше к нему никогда в жизни не возвращался и вот благодаря Бромергу мы можем увидеть он сделал так чтобы мы следили как идет сюжет если он прерывается и эти сцены не были сняты в пустой аудитории два замечательных французских актера читают тексты и таким образом довершая картину какая она могла бы быть ну вот я рассказал вам о тех фильмах которые подготовил сегодня это фильмы невидимки но их про них можно подумать их можно вообразить что о них можно подумать помечтать как бы это было а более того теперь если посмотреть на фильмы и Клузо и Уэллса можно представить что он пытался воплотить какие идеи из Дон Кихота он привнес в другие фильмы которые снимал на протяжении длительного времени то же самое относится и к Клузо на этом у меня все если есть вопросы я готов ответить эти фильмы они есть в интернете на Ютьюбе например выложена испанская версия Дон Кихота есть трейлеры к фильмам Dimension измерения тоже есть и вот этот фильм Бромберга его можно трейлеры посмотреть ну то есть вот в таком вот ключе но он официально вышел на DVD то есть да его можно увидеть стоит того чтобы их находить и смотреть по опыту я так скажу нормально хорошо вот фильм ад стоит того чтобы посмотреть это Бромберга да это замечательная сама по себе нормальные фильмы документальная работа и там показано и намерения и то что какие-то новаторства которые еще не были тогда другими режиссерами воспользовались не были воплощены и вот ради этого стоит посмотреть более того это замечательные какие-то операторские работы и там тоже это все представлено все-таки Клузо набирал группу профессионалов и ну это жемчужина и многие киноведы говорят что воспринимают этот фильм как действительно существующий как действительно подлинный шедевр и я вот хотел бы если нет больше вопросов есть да пожалуйста вот вы снова говорили о французских на французских примерах что-то из нашего российского опыта или советского вернее опыта есть которые фильмы которые были которые остались на полке какие-то лежали просто на полке но потом попали к зрителю а те которые так и остались вообще где-то в туне канули где-то может быть только в госфельмофонде остались наброски и так далее да и об этих фильмах мы будем уже в следующих лекциях говорить обязательно во-первых спасибо за лекцию действительно было познавательно интересно я хотел задать такой вопрос а можно ли считать фильм Гильяма если я не изменяю человек который убил Дон Кихота а Маш на неснятой Дон Кихота спасибо а фильм Мышиная охота как вам я по-моему его не видел Мышиная охота что-то знакомое Мышиная охота это же комедия про Мышку типа Один дома это я не смотрел Мышку жалко хотя вот если взять какой-нибудь Том и Джерри то или да Том и Джерри там же она просто гадкая мерзкая Джерри мерзкое существо бедный Том но по сути своей там же та же самая фабула то что студент снимает фильм точнее не студент уже состоявшийся режиссер снимает фильм по не снятому сценарию когда он был соответственно по-моему начинающим режиссером студентом и так далее то есть не снятый фильм фильм а не снятый фильм я думаю что вполне возможно все-таки это приближение к одного гения к другому гению ну разумеется Торигелем снимая он не мог не обратить на это внимание и не мог про это про это не упомянуть кстати Торигелем снимал обычного Дон Кихода у него есть просто Дон Кихода экранизация и да есть еще дваобразная но я ее помню примерно какой процент от таких вот фильмов которые были начаты и не закончены потом заканчивались вот другими режиссерами вот вы несколько примеров привели а примеров очень маленький процент в процентном соотношении там половина десятая часть и так далее в процентном соотношении я вам не могу сказать но примерно я могу сказать что фильм ад по этому сценарию который написал Клузо он был снят режиссером Клодом Шабролем он был снят но не в таком ключе которым планировал Клузо но тем не менее мне кажется кайф всего этого это вот некоторая мистификация вокруг то есть вот эти фильмы недоделанные они как будто выстают некоторую такую мистическую атмосферу знаете когда вам про что-то рассказывает и вы себе нарисовали картину в голове и думаете как это круто может быть и когда это в итоге не осуществлено идею фабулы рассказали да у вас в голове это все равно остается круто и поэтому хочет это осуществить или увидеть как бы это могло быть разумеется когда фильм сделан вот эти все возможные способы реализации репрессируют и остается только одно возможное воплощение данного фильма иногда ты думаешь блин может же крутой какой-нибудь фильм про масонов сделать на тему этого в рамках взаимоотношений мужчины и женщины получается широко закрытыми глазами где вроде бы или труд детектив взять вот труд детектив описание хорошее это секта педофилов что-то там какие-то вот он хорошо начинался и твой разум еще на то что это под воздействием леготи сделано как бы тебе рисуют такие картинки а результат не очень в своей манере Клод Шаброль снял в 90-х годах этот фильм и благодаря этому фильму хотя бы можно понять фабулу и сюжет да-да вот вечно такое происходит этого фильма и когда тоже ад называется тоже называется ад да но вот его можно найти его можно найти он полностью он существует он не невидимка полностью на русском языке спасибо фильм точнее сценарий Клузо не заканчивается точнее там он заканчивается практически с той же сцены которая и начинается и титр гласит вместо конец фильма и так далее то есть фильм тоже не хочет чтобы он заканчивался на этом мы сегодня прервемся все тогда продолжим на следующей неделе спасибо заказывайте свои видосики задавайте вопросы спрашивайте интересуйтесь формат интерактивный сидим еще часик через час и так далее поем в в с